Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале GuitarMania. Стоит ли вам вкладывать деньги в вашу недорогую гитару? Этот вопрос задаете вы мне постоянно, и сегодня давайте попробуем в этом разобраться. Друзья, не забывайте пользоваться промокодом GuitarMania, если вы делаете покупки в магазине Stronker.ru. Этот промокод даст вам скидку 7%, ну и какая-то копеечка упадет и мне. Этим самым вы поддержите мой канал, и я смогу делать видео еще более качественными. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик, это очень и очень важно. Видео подготовлено при поддержке брендов Alex Z, Fokin' Pickups и R&R Preamp. Да, и перед тем, как я начну вам что-то рассказывать, я хочу подчеркнуть, что это мое личное мнение. Я вам его выскажу, а что делать, вы дальше сами решаете. На самом деле, ответа однозначно на этот вопрос нет. А стоит ли вам вкладывать деньги в вашу недорогую гитару или не стоит? Это зависит от очень многих факторов. Если ваша дешевая гитара, она совсем не звучит, если она не строит, если она не держит строй, хотя, чтобы держала строй, можно поменять колки. Если она вам не нравится, если на ней неудобно играть, то, конечно же, в нее деньги не стоит вкладывать. Стоит просто на ней играть, пока вы не накопите определенное количество денег на следующую гитару и не купите ее. Я прекрасно понимаю, откуда берется этот вопрос. И я прошел абсолютно тот же самый путь. Вы еще студент, если вообще не школьник, у вас нету много денег, чтобы купить сразу дорогую гитару, и вы думаете, покупать ли мне дешевую гитару или ждать, когда появятся деньги, чтобы купить дорогую гитару? На этот вопрос я вам однозначно отвечу. Да, покупать ту гитару, на которой хватает денег, и играть на ней, и заниматься, и ждать, когда у вас уже... Ну, со временем вы сами поймете, что вам нужно. Нужна ли вам гитара? Нужна ли вам дорогая гитара? Хотите вы апгрейдить свою гитару или купить другую гитару? Со временем вы сами себе сможете ответить на этот вопрос. Но изначально купить ту гитару, на которой у вас хватает денег, нужно обязательно. И начинать играть. Как вы уже поняли, друзья, я вам не смогу ответить однозначно, стоит вам вкладывать деньги или нет в свою гитару. Но я хочу вам рассказать свою историю. Это моя первая электрогитара. Это бисерич корейского производства, серия эксклюзив. Есть надпись на крышечке, которая закрывает анкер. Я ее купил в абсолютно стоковом состоянии, и я ее со временем привел в то состояние, в котором она сейчас находится. На ней сейчас стоят локовые колки шалю. На ней сейчас стоят звукосниматели EMG 8185. Я даже потенциометр шли в комплекте с звукоснимателями, но вот эти вот сами ручки, я их даже поставил готово. Они тогда стоили по 500 рублей за штуку. Это только ручки 1500 рублей. На ней сейчас стоит струнодержатель шалер. На ней сейчас стоит стоп-бар, тоже шалер роликовый. То есть там не сидушка с выемками, а там стоит ролик. Положение струны в этом направлении тоже можно слегка отрегулировать. И на этом ролике струна лучше себя, естественно, чувствует. Также я на нее поставил, правда, китайский с Алиэкспресса стриплоки. Кстати, очень классные стриплоки, стоят очень дешево, очень дешево наоборот. Ссылочки в описании под этим видео. Я вам советую, всем покупайте. Скоро выйдет видео про стриплоки, именно с Алиэкспресса. Так что, если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Я поставил коробочку под крону, чтобы ее не пихать вот сюда. И отдельно мы с братом делали рамочку, фрезером вырезали, все оставляли. Слава богу, все получилось отлично. Но, возможно, у кого-то из вас не получится, и вам придется за эту работу дополнительно заплатить еще и деньги. Итак, если посчитать все затраты, которые я, конечно же, уже сделал в течение пяти, может быть, шести лет, не сразу. Я, естественно, сначала поставил только нэковый звукосниматель, потом уже, точнее, бриджевый, да, потом уже добавил нэковый звукосниматель, потом со временем колки, со временем... Все это, естественно, растягивается на какой-то промежуток времени. Но, если посчитать по деньгам, последний раз, когда я находил эту гитару на ebay, лет пять назад, она в стоковом состоянии, бы уж она стоила 500 долларов. Идем дальше. Колки, шалер. Вот, как вы знаете, очень-очень недешевое удовольствие. Звукосниматели EMG. За штуку сейчас они, по-моему, тысяч семь стоят, если я не путаю. Стоп-бар. Мостик. Даже вот эти ручки, как я уже говорил, каждая стоила по 500 рублей. Черная ручка готов. Кстати, изначально на этой гитаре стояли фромированные. Все фромированные, вся фурнитура. Я все поменял на черное. Даже вот эта коробочка не обошлась 500 рублей, если не считать работу. И если в целом все подсчитать, стоимость гитары и всего, что я мне вложил, то эта гитара набирает свою тысячу евро. Точнее, тысячу долларов. И если подумать, мой гипсон флайн-гипсон там висит, за тысячу долларов можно поискать такой гипсон. Ну, естественно, тоже бэушный. Но в нем не придется уже ничего менять. Хотя, кого я обманываю? Звукосниматели классные? А вот колки можно было бы и поменять. Так что, друзья, если вам нравится ваша гитара, и вы уверены, что вы хотите вкладывать в нее деньги, не маленькие деньги, я вас сразу предупреждаю, то, наверное, да, стоит вкладывать. Но эта гитара стоила изначально 30 тысяч, стала стоить 60. За 60 тысяч сразу можно поискать, ну, что-то, как мне кажется, гораздо интереснее. Да, она звучит хорошо, она выглядит неплохо лично, мне нравится. Почему белые звукосниматели? Потому что я хотел именно белые на полностью черную гитару, именно белые звукосниматели. Но я сделал чуть-чуть хитрее. Это на самом деле не белый цвет, это цвет ivory, слоновые кости. Они желтоваты. Если сравнить с белым цветом, вы увидите разницу. Но на черном фоне они кажутся белые, но это не такой сильный контраст по сравнению с тем, если бы здесь стояли совсем белые. Ну вот, эта гитара сама по себе классная, но это не освобождает ее от того, что она очень и очень имеет плохую балансировку. Вот я ее вешаю, она просто падает, и все. Я ее опять вешаю, она опять падает. Мало того, что ее тянет сюда, ее тянет сюда. И чтобы она не играть, ее приходится либо правой рукой держать, вот реально держать, и играть. И если вы захотите поиграть в тэппинг, это очень и очень проблематично будет на этой гитаре. Вам надо будет накинуть ее на ногу, или как-то сюда накинуть на ногу, поставить свою ногу, как настоящая рок-звезда на монитор, но ничего не делая. Ну, если только как-то так, но это совсем будет выглядеть по-идиотски. Так что выбор за вами. Если гитара звучит, если она имеет хорошую балансировку, если она хорошо собрана, то почему бы не вложить в нее деньги? Потому что есть индонезийские инструменты, которые по качеству, даже вот у меня, не есть. Далеко не хуже, чем в американских гипсона, а в каких-то моментах даже лучше. Так что если вам нравится ваша гитара, вы в ней абсолютно уверены, конечно же стоит вкладывать в нее деньги. Если вам что-то в ней не нравится, то, наверное, стоит на ней просто играть, может быть, какие-то минимальные вложения сделать, например, звукосниматель, чтобы она хотя бы звучала, и ждать, когда вы сможете купить свою следующую, хорошую, именно ту гитару, которая вам нужна. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, у нас ждет много всего интересного. Подписывайтесь на мою страничку в Инстаграме, ссылочки будут в описании под этим видео. Не забывайте пользоваться промокодом GITARMANY, когда совершаете покупки в магазине Stronker.ru, этим вы поддержите мой канал, если вы хотите поддержать мой канал, покупайте с этим промокодом. Если вы также хотите поддержать канал, все ссылочки будут в описании под этим видео, Patreon, Donation Alerts, карта Сбербанка. Всем вам хочу сказать огромное спасибо. Ну что ж, с вами был канал GITARMANY, меня зовут Сергей, до встречи на YouTube.